Дом на Орманю-6 в Юрмале, такой примерно показательный. Вот он утепленный, красивый, чистый. В прошлом году жильцы дома выиграли еще и гранту самоправления и за 20 тысяч евро денег самоправления решили благоустроить двор. Вот посадили кустики, раскидали чернозем, вот травка только-только начинает расти, а еще они выложили брусчаткой дорожки, которые ведут к подъездам. Работы здесь закончились буквально неделю назад, но вчера вечером сюда приехали строители, оставили вот здесь и там до конца, до угла дома свои метки и видимо они собираются здесь что-то рыть. Жильцы в шоке, ну благоустройство-то неделю назад закончилось, теперь все по-новому будут разрывать. Сегодня утром жильцы вот вышли на пикет, хотят разобраться, что происходит. У подъездов больше десятка жильцов, многие из них на выходных принимали участие в субботнике, разбрасывали чернозем и сеяли травку. Все ждут, когда на объект приедут строители, которые уже накануне вечером оградили территорию и наметили фронт работ. Судя по разметке, будут рыть и спилят одну из берез. Жильцы имеют очень смутное представление о том, кто и почему будет копать землю у подъездов. Никакой информации о том, какие работы запланированы, у жильцов дома нет. Так относятся к нам, как будто мы, знаете, не люди, которые вкладывают свои деньги и свой труд в благоустройство этой территории. Причем, ну вот это один из таких образцовых домов и территорий, как вы видите, да? А что мы какое-то быдло, с которым можно не считаться. Мы здесь находимся, чтобы протестовать против того, что Юрмальская дума хочет разрушить нашу работу. Вчера говорил с человеком, который тут мерил трассу. Мы только что посеяли траву, только что фирма уложила эти дорожки. Так это теперь будут рыть экскаватором. Все будет уничтожено и испорчено. И больше в таком же качестве восстановлено не будет. Активисты у подъездов звонят и в местную думу, и руководителю работ, который был здесь вчера вечером. Он приехал на место и сегодня утром. Мы не хотим, чтобы мы разрушили вот это все, что мы тут создаем. А кто сказал, что это рушится? Я вот вопрос, в чем мешает газопровод под землей? Мне как строителя нужно восстановить здесь. Вот как оно есть, я должен восстановить точно так же. Оказалось, что у строителей есть и проект, и все разрешения от Юрумальской думы на проведение работ. Они вполне законны. Предполагаемая траншея пройдет по земле самоуправления. Ее часть заходит во двор многоэтажки. В компании ГАСА объясняют, что в этом районе недостаточное давление газа. Они хотят закольцевать газопровод и поставить пункт регулятора давления. В этом районе были у нас запросы жителей на подключение природного газа, которые мы не могли удовлетворить. Потому что система не могла обеспечить необходимый объем. Информация у вас была о том, что этот двор его благоустраивает, что там планируют эту брусчатку класть. Но чтобы вы успели до-до сделать, а не после и все по новой переделать. Нет, такой информации не было. При этом сам проект ГАСА был согласован в Юрмальской думе еще в позапрошлом году. То есть теоретически работники самоуправления должны были знать, что на участке, который хотят благоустроить жители, что тоже было согласовано в Юрмальской думе, планируются раскопки. Почему же не согласовали графики работ ко всеобщему удовлетворению сторон? В Юрмальской думе на этот вопрос ответили так. ГАСА проводят заранее согласованные с самоуправлением работы на принадлежащей самоуправлению территории в рамках красных линий, где предусмотрена прокладка коммуникаций, не затрагивающая участок, принадлежащий собственникам земли дома на Орманю-6. Проект инициативы жителей о благоустройстве был согласован только на территории частной собственности в границах участка Орманю-6. К сожалению, жильцы Орманю-6, желая хорошего, без согласования с самоуправлением, провели благоустройство и на территории вне границ своего участка, на территории самоуправления, где были запланированы строительные работы ГАСА. В общем, зря благоустроили свой двор полностью, в том числе и ту его часть, что принадлежит самоуправлению. Надо было оставить как есть. Впрочем, в ГАСА обещают отнестись ко двору максимально щепетильно. После проведения работ мы обязаны восстановить все покрытия, зеленую зону, асфальт и брусчатку в том виде, в каком она была. В итоге труба пройдет, но осадок останется. Очень плохо, что не знают, что делают и как делают. Нужно согласовывать с людьми, нужно согласовывать между учреждениями в Думе и нужно работать планомерно. Продолжение следует... Продолжение следует...